так мы чё это у нас командный центр получается да о ее казни у казнил всех мельник ну красавец слава богу я бы себе не простил и я в порядке кто же мог знать кто знал что тут твари эти двадцать лет людей жрали ты понимаешь а простите но я плетёха сопливый повелся сам министр обороны меня примет тщеславие еще честь им отдавал как придумали похлеще наших наблюдателей в москве устроить чё ты кашляешь со своим счетом людей под землей держит а эти ладно ну дальше то что делать хрен его знает не знаю сергей что у тебя нашел вся информация устарела комплексы пво штабы связи давно нет на те что светится минимум пару лет после войны работ по окну и дом таки много кашпи один центр связь еще в новосибирске такой же отмечен решать надо всем вместе понимаешь идет все нужное забрал мы уходим секунду сейчас доломаем все в темпе в темпе все готово так уходим отсюда я понимаю конечно что тут все чуть не кончилось но обошлось не пошло сереж такой себе опыт так здесь еще у нас враги даю так грузитесь лифт давай чё-то стоишь там он стрельба слышите по ходу наши стреляются сэм вот и и и и и и и Хороший пулеметик, мне нравится. А, потом мы закончились, да? Ой-ой-ой-ой. Главное не завалить нас сейчас. Попадать высоко. Вот вам и демонта у гора. Сейчас, сейчас, сейчас. У меня тоже есть такая пушка. Только она почему-то не стреляет. Ух ты. Как он сквозь стенку прошел-то? С этим местом, похоже, окончательный. А почему автомат не стрелял? Так, несколько часов спустя. Это сейчас переваривали, сидели, все. Стояли, походу. Я, кретин, поверил этим с ганзой. Что Москва в подчинении уставки. Что оккупация. Что по законам военного времени. Что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил. Представляете, как он расстроен. Это обман всей его жизни. Это сильно, что все же жить, 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 жить. Думать. Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Человек умный, а на самом деле ты не умный. Может все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помнить, и не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артем еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники. Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разметки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А, во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артем, поехали искать твое идеальное место. Трубе отъезд. Че, куда мы? На Каспию отправляемся, да? Окей. Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямонтау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспия-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Короче, на Каспии там какая-то пустыня. Ща проверим, че за пустыня. Ого. Прям пустыня, пустыня. И че, мы молчать будем стоять? Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Что? Ой, это шум уазик. Пегаси. Настоящий уазик. Так, значит, топливо здесь есть. Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке торнознулись. Около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается. Только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляетесь на разведку. А че с ними там? Коронавирус, что ли? Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ Молковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в хотле осталось разве только чайку заварить. А топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Прям к обороне, к обороне? Артем, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас всё будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Так, ама. А твоя дрезина. Где гостов-то готов? Мне только надо... Мне столик нужен. Кто привит, Артем сказал? Мне нужен только стол, где я могу отремонтировать себе пушки. Потому что меня вот эта пушка здесь не устраивает. Совсем. Что там с помещением идёт? Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякое полно. Надо будет прибраться. Так, чё ты мне марш? На разведку собираешься? Ну да. Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря. И начинял взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там всё несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Ага, только мне столик дай, где я починить смогу всё. А мне патроны нужны. Так, и эту зажигательную... А, нифига себе, как всё тратится-то, а? Супер быстро. Так, автомат не могу взять. Вот эта пушка мне не нужна теперь. Её я поменяю. На-на-на-на-на. Снайперка из чего у меня была? Я не помню уже. Есть револьвер. Это шот, это дробовик. Это... Что это вообще такое? Это ублюдок. Вот с ублюдка, похоже, можно сделать нормальную снайперку. Нет, это не снайперка будет. Хотя... Дуло есть большое? Ну, дуло-то есть, но не сказать, что оно здоровое. Так, нет. Вместо вот этого я всё-таки... Автомат поставлю. Слишком длинный вот этот. Типы... 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 Нет, пускай вот этот будет Будет прям автомат-автомат Так, все, я готов Теперь мне на разведку Сейчас еще раз прочитаем Что там требуется Так, по непонятным причинам Машина свынула в деревню Я должен найти этих людей С их помощью или нет Но добыть воду для экипажа А что у меня в глазах двоится Я типа спать хочу, да? Надо, наверное, все-таки поспать Попробовать потом О, там буря идет Так, где-то в той стороне был Была тачка Это мы, получается, мимо проехали Так, а где мой бинокль, я что-то не понял Зачем он там держит, а? Ладно Сойдет Так, здесь тоже всякие трупики валяются Которые можно лутать Мне вот туда, на вышку надо Ух ты Я думал, это труп А тут эти черти тоже лазают Кстати, там есть Будка сохранения Да Сколько у вас здесь? Так, буря, буря А это что у нас Это Блин, запарили Они в песке Ныкаются Их найдешь Ого Ого Что за пушка? Вот это вот, наверное, будущая снайперка Да, я представляю, как здесь все быстро пылится Так, да Вот сюда куда-то А мимо по вот этой Да, вот она, дорога по этой дороге Свернули Наверное, вот сюда все-таки Больше на поселение похоже Блин, трава летает прям в лицо А вот она и тачка Так, а тупо жег Тут поезд Поезд, говорю, приехал Как слышите? Блин, с автомата тяжко Дробовичок лучше Я теперь боюсь, они везде где-то Кричат Что тут за коридоры? Так, тут завалено Здесь, что ли, подъем? Не слышу вас! Ответьте! Иди ты в жопу, бада! Ага Сейчас я черти Подожгу Так, кто-то За этой дверью заперто, да? Давай, с ноги Кто здесь прячется-то? Не плачь Банал, а вот он и местный Недружелюбный Зря мы к нам сюда приехали Так, ну там был вариант Либо убить, либо оглушить Я оглушил Черт 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 По машине Лазит Не вижу тебя Так, а это дробовичок Посерьезнее, да? Это какое-то много Зарядное, что ли? И патронов у меня нет Значит, пора текать Отсюда Так, садимся в тачку Едем к своим Задерживаться не хочу Здесь долго Отключем ему В босс-то Хорош Вот ты где, дружище Откапывать тебя не надо Ну, вылезай тогда С хозяевами этой таратайки Я так понимаю Поболтать уже не получится Несговорчивые какие Не-не-не-не Я их там успокоил всех Какая у тебя такая машина Я бы тоже отдавать не захотел Небось Едешь себе Кум Королю Это же не пешком Пожаре топать Кстати, как раз сейчас И опробуешь Пока ты тут в песке Куличики лепил Я антенны разглядел Значит, и центр связи там Думаю, на маяке он Так что дуй туда Маяк огромный Не пропустишь Мне тут еще надо Понаблюдать за окрестностями базы Но, как освобожусь Может, отправлюсь к тебе До встречи Угу Мне до маяка значит надо На базу я не поеду А это вот Ровно прямо надо ехать Ну, хорошо Хорошо Тачка есть Будем передвигаться Теперь на машине И надо Наверное Долут Пять Вот эту всю территорию Но это уже в следующей серии